Так, накладываем вот здесь вот в самый край, в стропу. На специально размеченном столе волонтеры организации «Золотые руки ангела» начинают собирать уникальные сетчатые носилки «Фома-180». Они были разработаны военными медиками. Легкие, не занимающие много места, но в то же время практичные и удобные. Для этих носилок материалы и оборудование прислали московские коллеги. А для своих земляков Самарское отделение, которое организовала Оксана Русских в марте прошлого года, шьют подкладки для сидений и медицинские сумки. Для этого материал закупают сами и с помощью других неравнодушных людей. В Самарском отделении добровольческой организации, которое объединяет 85 городов страны, числится более 100 человек. Самые активные приходят шить в небольшой цех. Кто-то работает дома, другие передают готовые изделия самарским солдатам и в другие волонтерские центры. Мы, во-первых, обеспечиваем наших ребят самарских, всех, кто в этом нуждается. Ну, по мере возможности, конечно. А потом, основное, что еще, отправляем в Москву, потому что материалами нас снабжает Москва. А из Москвы уже распределяется. Ну, сейчас в основном в хабы идут, конкретно в хабы. В Ростов. В каждом городе есть свои хабы, куда отсылаются. Обо всем этом волонтеры рассказали главе Самары Елене Лапушкиной, которая приехала посмотреть, как ведется работа и какая помощь нужна женщинам. Ей показали весь процесс производства изделий, как упаковывают их, добавляя в каждый комплект письма от школьников, стихи и пожелания удачи. А также показали видео с благодарностями от военных. Добровольцы попросили больше материала и фурнитуры, чтобы обеспечить необходимое количество носилок для раненых, стол для раскроя, стеллажи для готовых изделий и, по возможности, еще один кабинет. Мы обращаемся ко всем. А есть люди, к которым даже обращаться не надо. Они сами узнают в сети, что требуется, и сами приводят, сами находятся. Я, со своей стороны, безусловно, буду обращаться ко всем, рассказывать, чем занимаются наши волонтеры, чем занимаются наши женщины, какая помощь им нужна. Убеждена, что совершенно точно мы в ближайшее время им поможем. Первую помощь женщинам уже оказали. Глава промышленного района Данил Морозов подарил волонтерам специальный нож для тканей, с которым работа пойдет гораздо быстрее. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.